Из 300 лучших управленцев страны лидерами станут 100 и ведь есть за что побороться. Образовательный грант в миллион рублей, а главное год работы с наставниками, известными госуправленцами и бизнесменами. А уже в активе первый день, социальный, где финалисты прошли своеобразное боевое крещение, открыт урок в школе. Первое, что вы можете запомнить, что радостное искусство и публичное выступление, это как варкать темене, чтобы все люди вынырнули из своих телефонов, но не перебарились. И это не кулинарное шоу, а презентация темы лидерства. Сегодня все необычно для старшеклассников 25-й сочинской школы. Вместо математических формул – формулы успеха. Вместо учителей – финалисты конкурса «Лидеры России». Ростовчанину Андрею Батрименко – 28, и 8 из них – управленческий стаж. От координатора областного молодежного комитета до руководителя акселератора Южного IT-парка. Первый критерий успеха – это, конечно, самодисциплина, потому что, что бы ты ни планировал, как бы ты круто не умел стратегически мыслить, если ты не умеешь просто брать, каждое утро вставать и делать какой-то проект, какое-то начинание, у тебя ничего не получится. Поэтому с помощью самодисциплины любой человек может достигать грандиозных каких-то успехов. Еще Конфуций говорил, что человек, который двигает горы, начинает переносить маленькие камни. А еще Андрей советует делиться лидерством, что и сам продемонстрировал работа на занятия в паре с другим финалистом – Марией Никоненко из Тюмени. После звонка учителей-управленцев ждали оценки от учеников по десятибальной шкале. Их приплюсуют к рейтингу участников. После уроков все дружно отправились в дождливый Олимпийский парк высаживать аллею лидеров. Олегу Чаусову досталась фатиня. Ростовчанин уверен, даже в таком бытовом деле можно и нужно проявлять себя. Лидерство началось проявляться еще до момента посадки дерева, когда мы ехали сюда. 600 человек централизовано на автобусах по Сочи. Мы ехали сюда, потом мы централизовывали, получали дождевики, потом искали друг друга, искали детей. И на самом деле мокрую землю сажать не так уж и легко. Поэтому только настоящие лидеры могут посадить дерево в дождь. Второй день конкурса – день развития. День множества мастер-классов, дискуссий и, наконец, торжественная церемония открытия. Каждый человек талантлив. Главное богатство нашей страны – это люди. А главная задача и ответственность государства – это создать условия для развития, для реализации этого таланта. И вот этому посвящена целая система таких кадровых проектов, запущенных нашим президентом в рамках платформы «Россия – страна возможностей». Впереди еще три образовательных дня и подведение итогов. Победители конкурса «Лидеры России» объявят 17 марта. Юлия Сурикова, Виталий Ступаков, Дональд 4, Сочи.